Для решения Нагорно-Карабахского конфликта странам необходимо проявить терпение, мудрость и уважение друг к другу. С такими словами Владимир Путин обратился к президентам Армении и Азербайджана. Накануне он провел переговоры с каждым из них по отдельности, а сегодня все вместе собрались на трехстороннюю встречу. И Серж Сарксиан и Ильхам Алиев выразили надежду, что найти компромисс в карабахском вопросе все же удастся, и путь решения будет только мирным. Оба также отметили роль России в переговорном процессе. Существуют международные форматы решения этих проблем, карабахского регулирования, и, безусловно, мы с уважением относимся ко всем этим международным форматам и будем с нашими коллегами продолжать работать. Но исходя из того, что у нас все-таки особые, на особо близкие отношения предыстория, такая глубокая, позволяющая нам откровенно обменяться мнениями по поводу того, где мы находимся и что нужно сделать. Для того, чтобы двигаться вперед к урегулированию всех этих проблем, доставшихся нам из прошлого. Как вы отметили, существует уже формат переговоров, существует также юридическая база для урегулирования конфликтов. Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана. К сожалению, прошло более 20 лет, эти резолюции так и остались на бумаге. Мирская группа в лице их сопредседателей работает, пытается сблизить стороны, но это не очень хорошо получается. Поэтому я думаю, что Россия, как наш близкий друг, партнер и сосед, имеет, конечно, особую роль в процессе урегулирования. Азербайджанская сторона все время ссылается на четыре резолюции ООН. У нее просто вот такой риторический вопрос господину Алиеву, а какой пункт из этих резолюций выполнил Азербайджан? Единственная, выполнившая пункты эти резолюции, Армения, которая использовала свое влияние для того, чтобы прекратить боевые действия. Мы тогда пришли к тому, что конфликт не имеет военного решения. А если мы снова будем обвинять друг друга, я думаю, что довольно долгое время этот конфликт не будет решен. Мы должны проявить терпение, мудрость, уважение друг к другу для того, чтобы это решение найти. Безусловно, любые сложные ситуации могут быть разрешены, если есть добрая воля. Мне кажется, что такая добрая воля со стороны азербайджанского народа, со стороны армянского народа существует. Накануне Владимир Путин вместе с коллегами из Армении и Азербайджана побывал на международном турнире по боевому самбо. Президенты, в числе других зрителей, наблюдали за поединками спортсменов. С чемпионами из России бились самбисты из Казахстана, Франции, США, Литвы, Латвии, Белоруссии и Бразилии. В итоге наша команда выиграла со счетом 9-1. Владимир Путин поблагодарил всех участников турнира за мужество и выносливость. Заметил, что в спорте есть противники, но нет врагов. И выразил пожелание, чтобы этот принцип соблюдался и в жизни.